Александр Олехин Александр Олехин Книга была открыта на агонии гения, и строчка, на которую, как говорят, смотрели уже потухшие глаза, гласила «Это судьба всех тех, кто живет в изгнании». Был ли Макс Эйве случайным чемпионом мира, как утверждают некоторые? Но, скорее всего, ничего случайного в этом мире не происходит, тем более среди королей, пусть даже и шахматных. Хотя сам Эйве, абсолютный джентльмен, почему-то всегда называл себя любителем. Будущий кумир голландцев родился в 1901 году в Амстердаме в семье учителя младших классов церковной школы. Родители увлекались музыкой и страстно любили шахматы. В четыре года Макс сел за доску, в пять обыгрывал всю семью. Ну, а в 12 Макс был принят в члены Амстердамского шахматного клуба. Но, как сам он признавался, футбол он любил больше. В 17 лет Макс Эйве поступил на математический факультет Амстердамского университета. Кажется, Гейн сказал, что перед концом света он желал бы оказаться в Голландии, ибо там все происходит на 50 лет позже. Жизнь Эйве шла точно и размеренно, как и все, что происходит в маленькой Голландии. Шахматы, математика, математика, шахматы. Друг и биограф Эйве назвал своего приятеля гением порядка. Вопреки ее общему мнению, шахматы и математика между собой имеют мало чего общего. Эйве сумел добиться успеха в двух этих областях. Его никто не помнит ни отчаявшимся, ни безудержно веселящимся. В 20 лет Эйве чемпион Голландии, а спустя еще два года доктор математики, специалист по векторному анализу. Сперва была мечта получить хорошее место и начать карьеру математика, но шахматные результаты вывели 34-летнего Эйве на матч с чемпионом мира. Олехин перед первой партией сказал сейчас, никто у меня выиграть не сумеет. На матч он приехал с двумя сиамскими котами Лобейдой и Чесом и перед партией выпускал их обнюхать доску. Эйве ответил, я постараюсь продержаться подольше. Разгром начался с первой же партии. После седьмой счет был 5-2 в пользу Олехина. Голландия, а матч проходил в нескольких ее городах, замерла. Такого результата никто не ожидал. Наверное, Эйве не раз подумал, что зря он спокойную карьеру математика, пусть на время, но поменял на карьеру шахматиста. Но ведь сам Олехин за шесть лет до их встречи пророчески заметил, что доктор Эйве принадлежит к тем избранным, кому суждено принять участие в матчах на первенство мира. Невероятно, но Эйве не раз сравнивал счет и в конце концов победил. Восторг его учениц, он преподавал в женской гимназии, неописуем. Домой новый чемпион после матча добирался пешком, денег на такси у него не было. Мой муж преподавал в высшем учебном заведении, а перед этим он был преподавателем в школе права. Этим он зарабатывал деньги и довольно небольшие. Впоследствии, когда он уже преподавал в высшей школе, он стал зарабатывать больше. Затем он стал шахматистом и часто ездил за границу, но об этом я знаю немного. Он проводил время очень интересно, встречаясь с разными людьми, в основном с шахматистами, поскольку стал лидером в шахматном мире. Он считал, что математика важнее шахмата. И вообще он думал, что наука в целом имеет большее значение, чем шахматы. Он не отдавал такое уж большое предпочтение шахматам. Он не считал, что это лучшее, что можно иметь в этом мире. Он был счастливым человеком. В 1940 году Германия за пару недель оккупировала Нидерланды. Гитлер мотался по континенту, принимая парады своей незнающей поражений армии. Третий рейх устанавливал новый порядок в Европе и главным своим делом считал избавление Старого Света от евреев. В отличие от Олехина, Эйви никто не смог обвинить в коллаборационизме. 40-летний математик продолжал играть в шахматы, но никогда не ездил на турниры в гитлеровскую Германию. Жизнь шла своим чередом. Трагедия побежденных стран Западной Европы не выглядела ужасающей катастрофой. И самым большим развлечением для раздавленных народов, по мнению дирижеров из германского командования, были концерты военных оркестров. В 1942-м Эйви прекратил шахматные выступления. Финал немецкой музыки известен, в общем-то он оказался вполне оптимистическим. На шахматном конгрессе после войны возникла проблема престола наследия. По сути дела, Эйви, как последний чемпион до Олехина, имел все права на трон. Однако чемпионом Макс Эйви пробыл всего два часа. Неожиданно приехала советская делегация и посчитала, что этот вопрос не закрыт, и благородный Эйви согласился играть в турнир, где он, кстати, занял последнее место. Если первая часть турнира проходила в Голландии, то вторую играли в колонном зале, чьи стены помнили турниры с участием Ласкера и Капавланки. Генерал Аполлонов, отвечающий за спорт в Советском Союзе, вел торжественное открытие московской части турнира на той же сцене, где заседал трибунал сталинских процессов. В Москву Эйви приехал с женой и старшей из трех дочерей Эльзой. Самыми принципиальными на турнире можно считать партии Эйви с Ботвинником. Советский гроссмейстер лидировал, а Эйви оставался последним из живых чемпионов. Ботвинник из четырех партий с Эйви две выиграл, две свел к ничьим. Благородный доктор Эйви, у которого стараниями Ботвинника корону увели прямо из-под носа, первым поздравил нового чемпиона. Посмотрите, как уважительно и как скромно держится экс-монарх. Но в Голландии доктор Эйви по-прежнему был национальным кумиром. Он им остается и по сей день. Мы в Амстердаме на площади имени Макса Эйви вместе с двумя его дочерьми, Каролиной и Фитти. Он всегда был очень добр и думал о других людях. Если он что-нибудь зарабатывал, то всегда давал деньги другим. И очень много помогал своей семье, сестре и брату, когда они нуждались. Он много работал и занимался с нами разными вещами в воскресенье, когда у него было несколько свободных часов. И в праздники. Мы ездили с ним на шахматные турниры и проводили каникулы в Испании, Англии или в Швейцарии. Мы всегда ездили с ним. Он любил бывать со своей семьей и любил детей. Когда он уезжал, то всегда присылал всем почтовые открытки из разных уголков мира. Да, это правда. Ты помнишь еще что-нибудь? У нас сохранился кипа открыток, которые он присылал детям. Наши дети тоже всегда получали почтовые открытки. А его чувство юмора... Он всегда шутил. Да, он любил шутить. У него всегда было в запасе много шуток. Но он был очень сдержанный, как мне кажется, и никогда много о себе не говорил. А ты как думаешь? Да, он не любил высказывать свои чувства и не спрашивал других об их чувствах. Если нам нужно было что-то рассказать ему, мы должны были укладываться в 5-10 минут. Этого должно было быть достаточно, так как у него всегда было много дел. Когда он приезжал навестить нас, он говорил, сейчас час, я должен уехать в 20 минут четвертого. И уезжал ровно в 20 минут четвертого. Став президентом Фиде, Эйве провел немало трудных месяцев, пытаясь наладить переговоры русских с Фишером. Порой Эйве достигал такого искусства в дипломатии, что действия президента можно было сравнить только с суперномерами акробатов под куполом знаменитого тогда московского цирка. Гроссмейстер Юрий Авербах, когда-то соперник Эйве за доской, в те годы был вице-президентом Федерации шахмат СССР. Дело в том, что Эйве по натуре человек такого западного плана, который всегда, в общем, склонен к компромиссу. То есть он, может быть, держится каких-то позиций, но если у противников или у оппонента позиции иные, то он стремится к естественному сближению позиций. А в то время наша, так сказать, политика и внешняя, и политика нашего спортивного комитета, она заключалась, образно говоря, в перетягивании каната. Силовой метод. И ему, конечно, это не нравилось, когда мы пытались силой что-то выжимать. И он, естественно, в этом случае тянул, как говорят, в свою сторону, что создавало впечатление, что он стоит на стороне Фишера. Тем не менее, доктор Эйве увенчал лавровым венком Карпова и стал заклятым врагом Фишера. Госпожа Эйве сказала, «Мой муж ненавидел советскую систему, но никогда не мог об этом открыто заявить. Ему важно было сохранить порядок в шахматном мире». Доктор Эйве — единственный чемпион мира, ставший президентом Фиде. В годы своего президентства он сумел объединить в Фиде 106 стран, провести сложнейший матч с Паски-Фишер и отстоять честь Международной Федерации. Доктор Эйве не заигрывал с кремлевскими функционерами, не подчинялся капризам шахматных звезд. В числе 13 королей доктор Эйве, безусловно, благородный из благородных. Его можно назвать пятый справедливый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok